Одним из самых красивых мест Чукотки считается пролив Синявина. С одной стороны глубокие бухты с крутыми берегами, с другой — острова. Самый известный из них — Итегран или Итегран. С чукотского это можно перевести как «волчье логово», а с эскимосского — как «мясная яма». Главная достопримечательность и загадка этого острова — Китовая аллея. Это древнее эскимосское сооружение из вкопанных в землю костей гигантских китов. Она состоит из 50-60 китовых черепов и 30 челюстей, а также сотен специально уложенных камней. Ближайший к берегу ряд состоит из черепов высотой более 2 метров. Они возвышаются над землей примерно на 1,5 метра. Другой ряд образован из челюстных костей. Высота столбов почти достигает 5 метров. Между этими рядами расположено около 150 мясных ям-хранилищ. При этом здесь не найдено ни одного предмета обихода древних людей. Значит, строители Китовой аллеи тут не жили, а только приплывали специально и ненадолго. Зачем? Никто доподлинно не знает историю происхождения этого уникального сооружения. Ученые считают, что построили его, скорее всего, в XIV веке. Есть две основных версии зачем. Одна – мистическая. Возможно, древние эскимосы из разных родов использовали это место для проведения совместных обрядов, охоты и праздников. Шаманы проводили ритуалы, чтобы задобрить духов. Представители разных общин вместе охотились на огромных китов, а потом здесь же разделывали и хранили добычу. Тут же и пировали, празднуя удачную охоту. Другая версия более практическая. Остров использовали как перевалочный пункт. Сгружали сюда на время китовое мясо, добытое на охоте. Высокие кости поставили не в ритуальных целях, а чтобы сушить на них лодки, обтянутые моржовой шкурой. Ведь на них могли позариться хищники. Так или иначе, ученые полагают, что к 16 веку резко похолодало, киты перестали появляться в этих широтах, и китобойный промысел пошел на спад. Охотники перестали сюда приезжать, и об этом месте постепенно забыли. Вновь остров открыли в 19 веке. К тому времени никто из эскимосов, живших неподалеку, не мог вспомнить, откуда здесь взялись огромные кости. Толпы туристов здесь не гуляют. Климат Чукотки суров, и до острова очень сложно добраться. Даже летом нужно ждать хорошей погоды. Лучшее время для посещения острова и Тегран, и загадочной китовой аллеи с июля по сентябрь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова